Лук можно сажать на рассаду, и апрель идеально подходит для этого, если удачно выбрать время по лунному календарю. На самом деле, многие сорта можно сеять семенами в самом начале весны и получить полноценный урожай в конце лета. Какие сорта лука сеют на рассаду в апреле? Опытные огородники рекомендуют выбирать рассадный метод и районированные сорта отечественной селекции однолетнего лука. Они наиболее адаптированы для выращивания на конкретной территории. Семенами сеют одно или мало злаковые разновидности лука раннего или среднего срока созревания. На заметку. В апреле сажают рассадным способом вида с периодом развития не длиннее 110 дней. При однолетнем выращивании предпочтение отдают сладким или полуострым видам. Однолетний сибирский фото лука сибирский однолетний вырастают сочные белые луковицы с полуострым вкусом массы до 60 граммов. Луковичка плотная овально-плоской формы. Прекрасные характеристики лёжкости. Сорт раннеспелый, отлично зарекомендовал себя при однолетнем выращивании, если сеять семенами, или двулетним при посадке севка. Элон ультраранний сорт, который успешно сажают на всей территории России. Прекрасно формирует корнеплоды в условиях короткого лета. Луковица до 120 граммов, имеют круглоплоскую форму. Мякоть рыхлая с приятным сладковатым вкусом. Юконт сорт с ранним сроком созревания. Формируется только одна луковица. Вегетационный период составляет 85-95 дней. Луковица округлоплоские, чешуя красного цвета. Вес овоща достигает сотого, сто пятидесятого года. Мякоть мясистая, слабо фиолетовая. Вкус острый. Кэнди раннеспелый гибрид, вегетационный период составляет 85-90 дней. Лук крупный, вес достигает пятисотого, восьмисотого года. Чешуяки золотистого цвета с сочной мякотью и без горечи. Лук неприхотлив в уходе, отличается хорошей устойчивостью к распространенным луковым заболеваниям. Прекрасно хранится 4-6 месяцев. Стерлинг фото лука Стерлинг – прекрасный среднеспелый гибрид с красивой серебристой чешуей. Гибрид отличается высокими показателями урожайности. Масса достигает семисотого, восьмисотого года. Нежный сладкий вкус луковиц. Сорт отличается хорошими показателями лёжкости, хранится до шести месяцев, устойчивостью к заболеваниям. Имеет лечебные свойства, по назначению универсален. Какие сорта лука не стоит сеять на рассаду в апреле для однолетнего выращивания через рассаду не подойдут сорта лука с поздним и средне-поздним периодом вегетации. Из чернушки вырастить сивок получится, но времени на формирование овощей уже совсем не останется. Не сеют на рассаду многозачатковые разновидности, так как их сложно пересадить на постоянное место. В конце апреля их уже можно сеять прямо на грядку. При выращивании рассада многозачатковые разновидности могут получиться деформированными. В каких регионах и какой лук сажают на рассаду в апреле грядка с луком есть на каждом дачном участке, но не все сажают эту культуру рассадным способом. Сроки посева лука на посадку в зависимости от региона будут отличаться. В различных районах возможно посадка не всех разновидностей. Например, в более холодном климате вырастить за один год лук семенами не получится. В первый сезон получают лук сивок из чернушки, а во второй – головки. На заметку. Сажать лук на грядку на улице можно исключительно после того, как почва прогреется до 12 градусов. Сигналом должно стать начало цветения черемухи. Подмосковье и города средней полосы фоторосады лука территория этой полосы подходит для выращивания лука разными способами. Семена для рассады начинают сеять с конца зимы. В апреле можно посадить ультраранние гибриды и ранеспелые разновидности. На получение рассады в домашних условиях потребуется около двух месяцев. Если посеять чернушку в начале апреля, к концу мая саженцы будут готовы к пересадке. Таким же способом можно сажать рассаду лука для получения зелени. Урал и Сибирь климат этих регионов намного жестче. Земля готова к посадкам только к концу мая или началу июня. Рассадным методом овощ получают в таком климате только в тепличных условиях. Чернушку сеют в последних числах марта, первых числах апреля. А сажают в подготовленное укрытие перед самым началом лета. Южные районы вырастить овощ в теплых районах получится из семян за один сезон даже в открытом грунте. Но предварительное получение рассады ускорит процесс формирования урожая. Заранее в домашних условиях сажают ранеспелые и средние разновидности, а также лук на получение пера. В апреле уже можно переносить подготовленные саженцы на грядку. Когда сажать лук на рассаду в апреле 2021 года по лунному календарю, благоприятные дни выбирать числа для посадки лука на рассаду в апреле 2021 года можно, ориентируясь на рекомендации лунного календаря. От цели выращивания, на перо или головку, сроки посадки будут отличаться. Лук, который планируется сажать на зелень, по лунному календарю сеют при растущей луне. А вот для получения крупных луковиц выбирают те дни по лунному календарю, когда луна находится в стадии спада. Благоприятные дни для посадки лука в апреле 2021 года по лунному календарю на зелень. 1, 2, 10, 18, 19, 28, 29 для получения головки. 1, 5, 8, 9, 13, 18, 19, 27, 28 на получение рассады уйдет с момента всходов приблизительно 50-60 дней. Поэтому дату посева выбирают в соответствии с планируемым сроком уборки урожая. Когда сеять лук на рассаду в апреле 2021 года не стоит в соответствии с лунным календарем планировать посадочные работы с луком, как и любой другой огородной культуры, не следует на период полнолуния и новолуния, а также в дни, когда луна находится в созвездии Водолея, самый неплодородный знак зодиака. Для апреля по лунному календарю неблагоприятными являются 7, 9, 22, 24 апреля. Если сажать чернушку в благоприятные дни не получается, следует заняться этой процедурой в любое время, кроме запрещенного лунным календарем периода. Особенности посева лука на рассаду в апреле выбирают посевные ящики высотой 5-7 сантиметров. Готовят питательный субстрат из земли, песка и тарфа взятых в равных частях. Грунтом заполняют тару для посева, тщательно увлажняют и делают небольшие бороздки глубиной 1,5-2 см. Между рядами выдерживают расстояние 5 сантиметров. Семена сеют в бороздке с интервалом 2-3 сантиметра друг от друга. Присыпают сверху почвой, орошают водой из пульверизатора. Для создания парникового эффекта емкости с посадками накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом. На заметку. Для рассады лука удобно использовать специальные пластиковые кассеты. Они устроены таким образом, что саженцы можно переносить в открытый грунт вместе с земляным комом. Как ухаживать за рассадой лука, посаженные в апреле фото лука в контейнере рассада лука неприхотлива, поэтому сложностей в процессе не возникнет. После появления ростков пленку или стекло снимают. Переносит в освещенное помещение с температурой 10-12 с. Через неделю температурные условия изменяют. Температура в дневное время, 16-18 с, ночью 6-10 с. После того, как ростки немного окрепнут, рассаду слегка прореживают, оставляя между отдельными ростками 2-3 сантиметра. Полив для полива используют исключительно отстоялую воду комнатной температуры. Лук плохо переносит как недостаток влаги, так и перелив. Поэтому процедуру проводят по мере просыхания грунта. Поливать лучше в вечернее время, аккуратно, чтобы не повредить тонкие перья. Подкормка во время ухода за рассадой подкормку проводят минимум два раза. Первый раз поливают питательным составом через две недели после появления всходов. На 10 литров воды добавляют 10 граммов мочевины, 20 граммов суперфосфата, 5 граммов хлористого калия. Второй раз удобряют молодые растения через две недели. В качестве подкормки можно использовать тот же состав. Также подойдет раствор настоя куриного помета. На 10 литров воды берут 1 литр концентрированного питательного вещества. Дополнительное освещение, чтобы рассада лука не вытянулась. Необходимо обеспечить световой день длительностью не менее 12 часов. Если дневного света не хватает, устанавливают искусственные источники, например, фитолампы, люминесцентные или светодиодные приборы. На заметку. При освещении не используют светильники, где установлены обычные лампы накаливания. Они не дают должного результата. Дополнительное освещение устанавливают на расстоянии 25 сантиметров от емкости с рассадой. Первые дни лампу включают на 12 часов. Прищипывание, чтобы получить крепкое здоровое молодое растение в стадии появления третьего пера проводят прищипывание. Острыми ножницами укорачивают высоту на 2 дроп 3. Процедура поможет укрепить растение, а также предупредить ломку пера. Частые ошибки фото-высадки севка выращивания рассады лука, процедура несложная, но иногда возникают сложности. Молодые растения погибают или начинают сохнуть. Причин несколько. Черная ножка. Грибковое заболевание, которое вызывает гниение корневой шейки. Растение загнивает около почвы. Провоцирует заболевание высокая влажность, перепады температуры и недостаток свежего воздуха. Если на листьях появились желто-зеленые пятна, то причиной их образования стало еще одно опасное заболевание, пераноспороз. Для борьбы используют специальные препараты, гомаир, фитоспорин М. Сохнуть кончики листьев могут из-за неправильного ухода от недостатка света, влаги. Также низкие температуры вызывают увядание растений. Некачественный грунт. В земле могут быть возбудители заболеваний, которые спровоцируют развитие болезней и гибель лука. Только соблюдение правил агротехники поможет получить крепкую здоровую рассаду лука, а в дальнейшем полноценный урожай. Ответы на частые вопросы, в чем достоинство рассадного способа. С помощью рассадного метода получается сократить срок вегетационного периода в открытом грунте до 50-60 дней. Такой способ также существенно удлиняет период хранения урожая. Плюс однолетнего выращивания лука через рассаду в экономичности. Так как с пакетика чернушки получится много саженцев. Стоимость аналогичного количества сивка намного выше. Что делать, если рассада лука переросла? Сажать переросшие саженцы лука сложно. Они плохо приживаются и могут повредиться во время транспортировки. Если рассада переросла, то сразу же укорачивают стебель, оставляя только 3 сантиметра пера. После проведения процедуры перенос растений рассады не откладывают. От каких вредителей следует защищать рассаду лука? Существует несколько основных вредителей, которые поражают луковые растения, лукая муха. Насекомое откладывает личинки в луковице. Молодые растения гибнут, а головки деформируются. Используют препараты мухоед, землин, медведтокс. Луковый трипс. Повреждает перо. Использовать химические препараты опасно, так как вредные вещества скопятся в головке. Для отпугивания используют залу, нафталин и табачную пыль. Эффективно в борьбе с луковым трипсом посадить грядку моркови, аромат которой будет отпугивать насекомое. Также пострадать посадки лука в любом возрасте могут от нематоды, клещей, скрытных обыкники. Заключение рассада лука позволяет получить хороший урожай лука за один сезон. Процесс получается более экономичным, чем при приобретении готового сивка. Чтобы не разочароваться в выбранном способе, важно соблюдать все правила агротехники и следовать лунному календарю.